Беседа об Ильи, и вдовице, и также о милостыне. В те дни, когда мы все постились, я часто принимался говорить о милостыне, но был прерываем наступившим вечером, прекращавшим течение нашей беседы. Впрочем, это, может быть, происходило по распоряжению Бога, устрояющего полезное и отложившего наставление об этом предмете до настоящего дня, дабы трапеза милосердия была предложена сегодня, когда вы не рассеяны в церкви. Не потому, чтобы мы имели сказать что-нибудь великое и необыкновенное, но потому, что велика и превосходна сила милостыни. Подлинно великое дерзновение пред Богом имеет этот добродетель, как какая-нибудь царица нашей жизни, так она с великой смелостью обыкновенно проходит небесные своды. И те силы, которым вверены врата небесные, видя восходящие милостыни, с великой честью отверзает те врата ради ее и другим добродетелям. А если видит их идущими без милостыни, то запирает врата перед ними. Это видно из притчи о тех девах, которые не были допущены в священный чертог за то, что не имели в своих светильниках постоянного елея. И заметь различие. Милосердие без девства возводило имеющих его на небо. А девство без милосердия не силой было сделать это. Если же такова сила этой добродетели, то со всем усердием будем внимать беседе об ней. Но самым лучшим и кратким увещанием к выполнению этой добродетели было бы, если бы мы отвели вас в вдове, жившей в Царепте Сидонской. Потому что научающие делами, бывает учителями достовернее тех, которые советуют словами. Потому и вдовица будет для нас лучшей наставницей в этом деле. Мы увещеваем словами, а она может научить нас делами, имея при том сотрудницу и своей другую вдовицу, одинаковую с ней по нравам. Потому что две таких вдовицы, одна в Новом Завете, положившая две лепты, а другая в Ветхом, удостоившаяся принять пророка, обе они имели одинаковый добродетель, любомудрие, и явили одинаковое дружелюбие, показав нам сходством добрых дел своих сродства самых заветов. Как высокие башни, расставленные по пристаням, которые обыкновенно называют маяками, имея неугасимый огонь во всю ночь, блеском света руководят блуждающих по морю к безопасной пристани. Так и они, объемля дружелюбие, как бы какую пристань, светом своего великодушия руководят находящихся в глубочайшей ночи. Потому что жизнь наша нисколько не лучше ночи. Как и Павел говорит, ночь прошла, а день приблизился. Так блуждающих среди глубочайшей ночи, по морю сребролюбие и готовых утонуть, они призывают к своей безопасности, имея постоянно горящий огонь человеколюбия и сохраняя неугасимый свет милостыни. 349. Но о той в другое время, а сегодня скажем вам о вдове, жившей в Ветхом Завете. Притом, когда воздаются похвалы этой, то спитаются венцы похвал и той, потому что у кого добрые дела одинаковы, для тех и похвалы общие. Во времена этой вдовы был тяжкий голод, не земля истощившись, отказываясь приносить плоды, но грехи людей отвратили этот дар Божий. Итак, был голод тяжкий и жесточе всякого голода, и этот голод навел Илья, призвав его как бы какого-нибудь страшного слугу, чтобы вразумить подобных ему рабов, оскорбляющих владыку, или лучше призвали его грехи иудеев, а принесли его уста пророка. Третья царь, 17.1. И сказал Илья, пророк-сесвитянин, из жителей Голазских Ахау, «Жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И так было невыносимое бедствие. Страшный голос пророка не только сделал недра земли бесслодными, но и истощил и самые струи рек, и все потоки тогда высохли. Как сильная и воспалительная горячка, поражая естество тела, не только иссушает поверхность его, но проникая в глубину, сжет самые кости. Так и бывшая тогда засуха не только опалила поверхность земли, но проникнув в самые недра ее, извлекла из нее всю влагу. Что же говорит Бог пророку? «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». Что это? В своем отечестве он не нашел никакого дружелюбия, и ты посылаешь его в чужую страну, и при том к жене вдовой. Если бы даже она была достаточной, если бы была богатейшую, если бы была женой самого царя, если бы имела сокровищницы, наполненные множеством произведений, то и тогда страх голода не сделал ли бы волей ее бесплодной больше самой земли? Чтобы пророк не сказал этого и не подумал, для того Бог наперед питал ее через воронов, как бы так внушая ему этими событиями. Если я устроил, что неразумная природа отказала тебе гостеприимство, то гораздо более разумная согласится сделать это. Вот почему вдовица после воронов. И нужно было видеть, как пророк делается зависимым от жены, как эта досягавшая до неба и божественная душа, доблестный и возвышенный Илья, в виде странника и просителя, приходит к дверям вдовицы, и теми устами, которыми заключили небо, произносит слова просящих «Дай мне хлеба», «Дай мне воды». Это для того, чтобы ты знал, что нет ничего столь благоприятного, как дом вдовой жены, как хижина, исполненная бедности и чуждое богатство и зол, происходящих от богатства. Такое место свободно от шума, исполнено всякого любомудрия и спокойнее всякой пристани. Такие жилищ особенно ищут души святых. Итак, пророк пошел к вдовице, которая будет обличением иудейского нерасположения к странноприимству. Пошел к вдовице, научая этим всех, что иудеи справедливо подверглись наказанию. Бог, намереваясь наказать кого-нибудь, не просто посылает наказание и недовольствуется определением своего суда, но и пред людьми оправдывает себя делами, подобно судящемуся на общественном суде при суждениях множества присутствующих. И как судья, когда намеревается приговорить кого-нибудь на смерть, садится на возвышенном месте, судьи приказывают поднять завесы, собирают около себя весь город и тогда, как бы на общественном зрелище, начинает судить виновного, предлагая ему вопросы пред глазами и вслух всех, приказывая прочитать запись его преступлений и заставляя самого обвиняемого осудить свои преступления. И потом произносят приговор. Так и Бог, восседая как бы на возвышенном месте из речений Писания, и поставил около себя всю вселенную, перед глазами и вслух всех производит исследование грехов, не записи повелевая прочитать, и не письмена выставляя на середину, но представляя нам самые грехи виновных. 351. Так, когда он намеревался не спослать страшные молнии на садомлян и этим ужасным пламенем истребить в той стране города и народы, и когда посылал на землю этот необыкновенный, и чрезвычайный дождь, страшнее всякого прежде бывшего, какой солнце видела в первый и единственный раз, то прежде, чем привел в исполнение это наказание, он показал нам нечестие, имеющих быть наказанными, не записи прочитав, как я сказал, но представив самые грехи их. Потому он и послал ангелов, не для того только, чтобы они вывели лота, но чтобы показали тебе пороки садомлян, что действительно и случилось. Когда лот принял их, то все осадили дом принявшего гостей и окружив его со всех сторон, а руководила этой осадой нечистая страсть и желание беззаконного совокупления, выходившее из пределов возраста и природы. Не только юноши стали кругом, но и старцы, и седина не удержала неистовства, и старость не погасила ярости, но можно было видеть кораблекрушение в пристани, беззаконное пожелание старости. Даже и этим не ограничилось их беззаконие, но когда лот обещал им выдать дочерей своих, они и в этом случайне перестали настаивать, говоря, что не отступят до тех пор, пока не получат тех мужей, и угрожали причинить много зла тому, который обещал выдать дочерей своих из почтения к странникам. Видишь ли, как Бог показывал во всех отношениях нечестие сатамлян и потом послал наказание, чтобы ты после видя, как наказывается, не смутился от величия их несчастья и не стал вместе с ними обвинять Бога, но вместе с Богом осудил их. Для этого Он предварительно показал их нечестие, предотвратил всякое сожаление об них и удалил нас от сострадания к ним. То же и теперь сделал Он с пророком, чтобы ты, видя иудеев, изнуряемых голодом, не скорбел. Он показывает тебе их бесчеловечие, жестокость и недостаток гостеприимства, потому что они не только не приняли пророка, но даже грозили убить его, как видно из слов Божьих. Он не сказал только удались, но и скройся. И бег, он недостаточно для спасения одного бегства, но нужно и скрыться с великой тщательностью, потому что народ иудейский есть народ, жаждущий крови пророков и привыкший к убиению святых. Иудеи всегда обогряли свою десницу кровью пророков. И вот почему. Когда Бог посылал его из иудеи, то говорит, иди отсюда и скройся. А когда посылал вдовица, то говорит, «Я заповедую ей». Видишь ли, как в то время, когда пророку нужно было бежать оттуда, он повелевает сделать это с великой осторожностью. А когда нужно было прибегнуть сюда, то повелевает идти с великим дерзновением и смелостью. И не только это, но и нечто другое выразил Бог удалением пророка вдовицы, чтобы в последствии времени некоторые видя, как Христос, после многих и неизреченных благодеяний, оказанных им иудеи, после воскрешения многих мертвых, после возвращения зрения слепым, после очищения прокаженных, после знания бесов, после дивного и спасительного учения, облагодетельствованными изгоняется, а язычниками, не видевшими и не слышавшими ничего такого почитается, не стали удивляться, недоумевать и считать это делом невероятным. Для того Бог еще прежде, за много лет, примером рабов своих показывает нам неблагодарность иудеев и дружелюбие язычников. Так Иосифа, те, кому он нес пищу, покушали заживо мертвить, а иноплеменник возьмем на величайшую почесть. Так Моисея прогнали облагодетельствованной им иудеем, а принял иноплеменник Иофора, оказал ему великое дружелюбие. Так Давида прогнал Саул после отсечения головы Голиафу, после бесчисленных опасностей, угрожавших царю и городу, от которых избавил их Давид, а принял иноплеменный царь Анхус и оказал ему великую честь. Так и теперь Илью иудеи прогнали, а вдовица приняла. Итак, когда ты увидишь, что Христа гонят иудеи и принимают язычники, то вспомнив древние прообразы, не удивляйся истине этого события. Так и ныне ты слышал слова Христа, который выражает то же самое. Обращаясь к негодующим иудеям, он говорит, много вдов было в одни Ильи, и ни к одной из них не был послан Илья, только в Гдовице, в Сарепте Сидонской. Но может быть у кого-нибудь возникнет недоумение. Почему такому ревнителю о славе Божией Бог попустил терпеть скорби и бедствия, то посылая его к потоку, то к вдовице, то в другое место, заставляя его переходить с места на место, как будто какого-нибудь изгнанника, что он действительно терпел скорби и бедствия. Об этом послушай Павла, который говорит, которые ходили в козьих кожах, в милочах, терпя решения, оскорбления, озлобления. Для чего же Бог попустил ему терпеть скорби? Если бы он подвергал иудеев такому наказанию за грехи против него самого, то иной справедливо мог бы сказать, что в бедствиях он испытал скорбь для того, чтобы сделать все более кротким и смягчить свою жестокость. Если же он не измщение иудеям за дела против него самого, а за нечестие их и оскорбление Господа навел на них такое несчастье, то почему и сам он участвует в их бедствиях, а не пользуется совершенным спокойствием и свободой? Потому что если бы он сам пользовался спокойствием и богатой трапезой, между тем, как другие бедствуют и изнуряются голодом, то может быть кто-нибудь действительно подумал бы, что это было делом жестокости, так как нисколько не казалось бы удивительным, что человек, пользующийся довольством, утешается чужими бедствиями. Вот почему Бог попустил и самому ему участвовать в несчастье, испытать случившееся бедствие и разделять голод, дабы ты знал, что не голод нужен был ему, но божественная ревность действовала в нем, потому что он никак не решился бы при столь затруднительном положении лишениях, скорбях и бедствиях, не отменить угрозы, если бы произнес тот блаженный приговор не по великой ревности. Поэтому для него приятнее было самое му терпеть бедствия и видеть иудеев исправляющимися, чем отменить угрожавшую нужду и видеть их возвратившимися к прежнему нечестию. 353. Таковы везде души святых, для исправления других они жертвуют собственной безопасностью, и так, чтобы кто-нибудь не сказал, что Илья продлил голод по жестокости своей, Бог попустил ему участвовать в голоде, добыто узнал любомудрее пророка. Кроме того, так как чудеса по свойству своему обыкновенно надмевают чудотворцев, а взирающих на чудеса располагают ставить тех выше человеческой природы, то Бог устранил то и другое, присоединив немощь природы. А что это так, легко можно удостовериться из слов Павла. Именно, что чудеса надмевает, об этом послушай, как он говорит, и за множество откровений, чтобы я не превозносился, дам мне ангел сатаны жало, плоть, чтобы вредить мне, а что чудеса располагают видящих и слышащих думать о чудотворцах выше надлежащего, и это видно. А откуда же, сказав о своих откровениях, апостол говорит, и чтобы я не превозносился, дам мне ангел, чтобы удручать меня, и если бы я решил сейчас похвалиться, то не был бы безумным, ибо истину говорю, почему же не хвалишься, ибо сижу вас, чтобы кто не подумал о мне боли, нежели видит или слышит о мне, чтобы чего-нибудь подобного не случилось и с пророком, так как хотя он и Илья, но он был человек, Бог соединил с чудом и слабость природы, вот почему тот, кто распоряжался небесами, не мог преодолеть голода, тот, кто остановил водородие земли, не мог остановить потребности желудка, но имел нужду в жене вдовой, чтобы ты видел и божественную благодать, и человеческую немощь, и не только эту пользу принесло такое событие, но еще и другую, не меньше этой, какую же именно, ту, чтобы когда кто-нибудь станет призывать тебя к пророческой ревности по Боге, ты не падал духом и не отчаивался, думая, что Илья был человек другой природы, и потому он имел такое дерзновение пред Богом, это и выразил некто, сказав, Илья был человек подобный нам, Яков 5.17, как бы так говоря, не думай, будто невозможно достигнуть до такой же высоты любомудрия, до какой достиг он, потому что и он имел ту же природу, но дивное и божественное настроение его воли явило его гораздо выше прочих людей, но время уже возвратиться в Гдовице. Их 10. И стал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина вдова собирает дрова, и подозвал он ей и сказал, дай мне немного воды в сосуде, напитие. Начало достойной внутренней ее бедности. Что же, возвратился ли пророк назад, увидев такое начало гостеприимства? Нет, он слушался божественного определения. Поистине доблестная и любомудрая жена. И потому сказать дерзновенно достойное величие души пророка. Впрочем, не дерзновенно сказанное, потому что если бы она не была достойной, то и не достоилась бы принять этого святого. Как и Христос говорит ученикам, в город или в село, в какое войдете, узнавайте, кто в нем достоин, и там оставайтесь. Так и здесь Бог знает, что эта жена больше всех достойно принять пророка, посылает его туда, оставив всех других, и самых дел увидим ее благородство. Принеси мне воды немного в сосуде на пицце. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Уже то, что она отвечала, что вступила в разговор, что не задержала его, не созвала всего города для наказания этой божественной главы. Не достойно ли изумления и удивления? А что крайность от голода могла привести жену в такой гнев, это можно видеть из иудейского примера. Елисей, ученик Ильи, этот сугубо Илья, так как в этом ученике можно было видеть сугубо учителя, впоследствии времени предвозвестил голод. Не сам навел его, как Илья, но только предсказал, что он надел вретище, говорится в Писании, потому что несчастье смирило его. Однако и смирившись так, но услышав, как одна жена плакала бедствия, происшедшие от голода, он пришел тогда в такой гнев, что тотчас воскликнул, то и то пусть сделает мне Бог, еще сделает больше, если голова Ильисея сына Сафата будет на нем сегодня. Видишь ли гнев царя, познай же любомудрие этой жены, а она, встретив того, кто не предсказал только, но навел голод, и находясь близ города, не пришла в негодование, не раздражилась, не призвала других для наказания его, но еще и послушалась его с великой кротостью. 355. Вы знаете, что когда мы заняты каким-нибудь нужным делом, то часто и на близких смотрим не с удовольствием, и ими бываем недовольны, а если угнетает нас такая скорбь, то и самый свет кажется нам неприятным. И это опять можно видеть из примера иудеев. Так, когда Моисей пришел к иудеям, возвещаем бесчисленные блага, избавление от угнетения, свободу и возвращение в Древнее Отечество, тогда увидевшие его, сказано в Писании, не послушали его от малодушия и от жестокосердия. Он, увидев принесшего такую радостную весть, отвратился от него, да и все иудеи, а это, увидев пророка, пришедшего не с тем, чтобы прекратить голод, но чтобы еще быть тягостьей, не почувствовала ничего подобного. Те были так грубы вследствие тяжести работ, а это, будучи угнетена не трудом, но сильным голодом, а между трудом и голодом великое различие, не только не отвратилась от подошедшего к ней мужа, но и истощила все бедное состояние свое, что принят того, кто навел на них голод. И пошла она, чтобы взять, и он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои, что же жена, и при этом она не обнаруживает ни удовольствия, а что говорит, жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине, и вот я наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это, и умрем, почему она обожится? Пророк просил хлеба, а она хлеба не имела, она боялась, чтобы пока она будет печь, жарить, приготовлять и поэтому медлить, пророк потеряв терпение не удалился, и таким образом, чтобы не ушла добыча гостеприимства, поэтому она предварила его клятву и сказав, не муки у меня нет, но печеного хлеба, а мука есть, и не клятвы только, но удостоверять ее в этом но и самыми очевидными делами. Пусть выслушают это те, которые строят великолепные домы, покупают драгоценные рабов, или лучше пусть слушают и все, и богатые и бедные, потому что после такой вдовицы не остается оправдания никому, сколько препятствий было у ней, и однако она все преодолела и превзошла. Слушай же, она была иноплеменница, это одно препятствие, была седонянка, другое препятствие, потому что не одно и то же быть просто иноплеменником или принадлежать Седону, нечестивейшему городу. Этот город привел в пример крайнего нечестия Христос в Евангелии, и так она была иноплеменница, и седонянка, и женщина, пола слабого, и во всех отношениях нуждающегося в помощи, притом была и вдова, четвертое препятствие, пятое и больше из всех забота про питание детей, пусть выслуживает это вдовица и питающая детей, вот и это не служило предлогом к тому, чтобы не творить милостыни и не принимать странников. Оставалась одна только горсть муки, и после нее ожидалась смерть. Ты, если бы даже истратил все деньги, если бы лишил себя всего имущества, можешь прийти к дверям других и получить утешение, а тогда невозможно было и просить, голод закрыл все прибежище, но ничто из всего этого не послужило препятствием, укажу и на седьмое препятствие, на того, кто имел быть принятым женою. Он был не близкий и не знакомый ей, но иностранец и чужой, и по самому богопочитанию был отделен от нее, и не только иностранец и чужой, но и тот самый, кто навел голод. Но ничто подобное не остановило этой жены. Она дала пищу устам, которые истребили всю ее пищу, и виновника голода напитала остатками голода. Через этой горсти я не щежу для тебя, а себя и детей придам смерти, чтобы ты виновник бедствия, не испытал ни малейшего присутствия бедствия. Кто может представить себе другой высший пример гостеприимства? Невозможно найти никакого. Она увидела странника и тотчас забыла о природе, перестала думать о болезнях рождения, и видя сон детей, не смутилась. Я знаю и часто слыхал, как многие говорят, что один человек, увидев бедного, снял с себя одежду, которую одной был одет, и одел ей и ногово, а сам занял одежду у другого и пошел. Этот поступок кажется великим и удивительным. Подлинно он велик, но поступок этой вдовицы гораздо выше его. Тот, обнажив себя и одев ногово, мог взять одежду у другого, а эта, отдав горсть муки, не могла получить другой горсти, и не опасность наготы угрожала ей, но после того ожидала смерть ее самой и детей. Итак, если ей не воспрепятствовали ни бедность, ни забота о пропитании детей, ни жестокий голод, ни такая нищета, неожидаемая смерть, то какое оправдание будем иметь мы, богатые, какое бедные, эти жалкие и лучше эти блаженные и достойные небес слова этой женщины, пусть каждый начертает на стенах дома своего в спальне, в которой мы спим, в комнате, в которой обедаем, и дома, и на торжащие собраниях друзей, отправляясь в судилище и входя и выходя, пусть каждый повторяет эти слова, и я очень уверен, что хотя бы кто был каменным, железным или адамантовым, он не позволит пришедшему нищему отойти с пустыми руками, если начертает эти слова, если будет иметь перед глазами эту вдовицу, но может быть кто скажет, приведи ко мне пророка, и я приму его с такой же благосклонностью, обещая это, я приведу к тебе пророка, что я говорю пророка, я приведу к тебе самого владыку пророка, общего нашего Бога и Господа Христа, он сам говорит, видели меня, ощущи, мы напоили, если же некоторые не верят этим словам и не родят от человеколюбия, то они узнают это тогда через наказание и мучение, потому что как пренебрегшие самого Христа они подвергнутся невыносимому мучению и наказанию, таким образом те, которые питают бедных, как послужившие самому Христу, войдут в Царство Небесное, 357, может быть сказано больше надлежащего, но если бы можно было во все дни предлагать беседы о милостыне, если же для вас это кажется достаточным, то кратко повторим все сказанное, я сказал, почему пророк был послан вдовицы, чтобы ты не презирал бедности, чтобы ты не удивлялся богатству, чтобы ты не считал богатого счастливым, а живущего в бедности несчастным и жалким, чтобы ты узнал нечести иудеев, когда Бог намеревается наказать, то Он обыкновенно и перед нами оправдывается посредством самых дел, чтобы ты впоследствии увидев общего всех спасителя гонимым иудеями и принимаемым язычниками не удивлялся и не смущался наперед, узнав неблагодарность первых и свойственные им обычаи гнать благодетелей, чтобы ты не думал, будто молитва пророка и продолжение наказания было делом жестокости, но считал делом божественной ревности и заботливости, чтобы ты узнал, что при величайших подвигах наша природа имеет нужду и его в разумлении, чтобы ты, получая побуждение к ревности, одинаковой с ревностью пророка, не считал подражание делом невозможным. Сказал я о вдовице, как она, находясь в таких тесных обстоятельствах, изнуряемая голодом, не произнесла даже укорительного слова пророку, хотя это было естественно, как показал я из примера иудейской надменности, она не обнаружила ничего такого, но приняла пророка совсем дружелюбим, и все бедное состояние свое истощило в честь его, несмотря на то, что была седонянкою и иноплеменницей, и не слыхала ни пророков любомудрствующих о милостыне, ни Христа говорящего, видели меня алчущим и напитали, какое же оправдание будет у нас, если мы после таких увещаний, после обетования таких наград и Царства Небесного не достигнем до степени человеколюбия одинаковой с этой вдовицею, она была седонянкою, иноплеменницей, женщина-вдовая, заботилась о многих детях, видела опасность голода и угрожающую смерть, имела принять человека незнакомого и наведшего голод, и однако не пожалела горсти муки, а мы, получив пророчество, пользуясь божественным учением, будучи в состоянии много любомудрствовать о будущем, не видя притом и угрожающего голода и владея гораздо большим имуществом, чем эта жена, какое можем представить оправдание, когда жалеем своего имущества и не родим о собственном спасении. И так, чтобы нам избежать тех жестоких наказаний, будем оказывать всякое сострадание к бедным, дабы и нам удостоиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков, аминь. Продолжение следует...